Инна в Днепропетровскую область с семьёй переехала из Северодонецка в марте 2022 года. Жильё нашли в частном секторе в пригороде Днепра. После операции на сердце её сын со статусом инвалидности поддерживает семью гуманитарный хаб. Если где-то подработка, и у нас свой двор, и такой сильно заброшенный. Ну, ничего, ничего, мы боремся. И спасибо добрым людям, что создали вообще, создали вот этот центр, потому что сюда мы точно знаем, что мы приедем и нам помогут. Найти постоянную работу для мужа Инны также помогли в хабе. Тут ежедневно работает Луганская областная служба занятости. Людмила до полномасштабного вторжения России работала в службе в Северодонецке. После переезда в Днепро место за ней сохранилось. Теперь консультируют переселенцев из Луганской области по вопросам трудоустройства и профессиональной переподготовки. Это и поиск работы, это и регистрация без работы. Это и поиск работы, это и регистрация безработных, предоставление помощи по безработице. Это выдача ваучеров некоторым категориям граждан. Это предоставление возможности проходить обучение, профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации. С работой теперь и Елена. После начала полномасштабного вторжения женщина вынуждена была уехать из Северодонецка за границу. В феврале 2023 года вернулась в Украину, поскольку в Днепре возобновил работу Северодонецкий центр предоставления административных услуг, где Елена работала ранее. Теперь те, кто вынужден был бросить всё и выехать из-за войны, могут восстановить документы и получить услуги, которые ещё недавно им были недоступны. «Недавно подключились к реестру миграционной службы. И сейчас можем актуализировать информацию, выдавать также выписки и актуализировать эту информацию, чтобы люди могли сами получить эти выписки из ДИИ. Это важно, потому что не надо ехать в Днепро, не надо ехать в Хабы. Мы возобновили свою деятельность в пяти городах Украины». В Украине уже удалось восстановить деятельность 14 луганских центров предоставления административных услуг в 27 гуманитарных хабах. Рубежанская городская больница в Харькове, хирургическое отделение Луганской областной больницы в Лубнах, Полтавской области, поликлиническое отделение Луганского областного онкологического диспансера в Днепре. Лечебные заведения также расширяют спектр своих услуг. Анна до 24 февраля 2022 года работала в аптеке в Кременной. После переезда долго не могла найти работу. Недавно в центре занятости увидела вакансию. Теперь она администратор больницы из её родного города, которая теперь возобновила деятельность в Днепре. «Все работаем, вся семья работает, чтобы были немного лучше условия у нас». Теперь семья Анны живёт на съёмной квартире. До этого жили в шелтере для луганчан. Его открыли в 2022 году как транзитный пункт. Жить в нём можно было до пяти дней. «Когда же два года полномасштабного вторжения, то это люди больше длительного пребывания. Те люди, которые в более тяжёлых условиях, чем другие. Это мамы-одиночки, пенсионеры. Это люди с инвалидностью, которым сложнее найти работу, нет денег на жильё. И потому в такой атмосфере дружно и мы живём». «И в такой атмосфере дружно и мы живём». Сейчас в шелтере живут 120 человек. Для них создали публичное креативное арт-пространство, мультифункциональный каворкинг, где проводят курсы, семинары и тренинги для внутренних переселенцев. Лолите переселяться пришлось дважды. В 2014 году из Алчевска выехала в Лисичанск. А оттуда в 2022-м в Днепро. Здесь в шелтере и живёт, и работает. Проводит творческие мастер-классы для взрослых и детей. «У нас есть полная интеграция, поскольку кроме того, что здесь занимаются детки и взрослые ВПЛ именно из шелтера, приходят другие ВПЛ и приходят горожане разного возраста. И отлично, что они принимают участие почти во всех наших мероприятиях». Постепенно Луганская область готовится к восстановлению территорий после деоккупации. С начала полномасштабной войны России против Украины в регионе разрушены около 80% дорог, объектов инфраструктуры, предприятий и жилых домов. И быть готовыми к началу восстановления надо уже сейчас, убеждены в Луганской военной администрации. «Тяжело работать, когда у тебя нет территории и у тебя всё на будущее. Да, хочется прийти и сказать, мы мост построили. Но у нас пока нет такой возможности. И мы используем те возможности, которые у нас есть. Помощь ВПЛ, помощь вооружённым силам. На данный момент так. Но как только силы обороны освободят территорию, будем собираться и рассказывать о количестве восстановленных мостов, построенных школ, детских садиков. Я в это верю». Пока статус временно перемещённых имеют почти 193 тысячи жителей Луганской области. Но верят, что после победы Украины смогут вернуться домой. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов из Днепра, для телеканала Freedom.